На сегодняшний день находиться в затопленных населенных пунктах без защитных масок практически невозможно. Поэтому риск обострения эпидемии ситуации очень высокий. Вы сами говорили вначале, что действительно вода прошлась по искотомогильникам, по другим захоронениям. Тем более у нас на территории очень много нефтяных шламов, скважин, которые пользовались практически, некоторые остались не заглушенные. Даже если она заглушена, она все равно ненормальная. Есть факты, что она пропускает, потому что давления как бы нет уже. Поэтому я считаю, что уполномоченные органы в оперативном темпе должны разработать, все-таки доработать свой алгоритм действий и незамедлительно приступить, не ждать, когда у нас будет такая ситуация. Пока мы не можем говорить, что эти искотомогильники принижали какие-то инфекции, потому что у нас таких фактов нет. Относительно захоронения, которые есть на регионах, подтопленных регионах, по тем нашим данным, которые сейчас на руках у нас есть, захоронения не нарушены, потому что они в соответствии с определенными требованиями проводились эти захоронения. Здесь вопрос, может быть, стоит в части личного подворья, где, может быть, не во всех населенных пунктах определенные вот эти есть требования, или, то есть, сохранялись требования.